Добрый вечер, good evening, good evening, good evening, good evening с нашей маленькой, скромной, незаметной Баварией, с Альпийской гор, которую мы так и назвали, по следам баварских королей, с королевами. Сегодня у нас в гостях, ребят, 24 марта. Перекинулся у нас с рыбки на барана, получается, месяц, но это тоже хорошо, сейчас разберемся. Кто у нас сегодня в гостях? Народная заслуженная российская больших малых театров. Ждем ее в гости, кто она и что она моей сейчас представлена. Мы пока приветствуем всех, ребята, из Германии. Здравствуйте, все на планете Земля 21 века. Мы находимся на границе, буквально от меня максимум, может быть, метров 500 находится Австрия, и чуть-чуть правее, километра 4-5 находится Швейцария. Вот такие у нас маленькие кусочки здесь рядышком, очень специфические. И за последние 3 дня выпало где-то метра полтора снега, наверное, у нас выпало. Но сегодня, наконец-то, начало все таять, солнышко большое, и сказали, что в течение недели, наконец-то, к нам придет настоящая весна. Итак, ребята, ждем в гости нашу гостью. Нашу гостью, пока она еще у нас не появилась. Поэтому немножко терпения, всем-всем-всем, и ждем ее в гости. Так, внимание, ребята, потихонечку, интеропят, мы включаемся, и наши гости сегодня у нас. Кто она, что она, мы сейчас ее спросим потихоньку. Секундочку, терпение, пожалуйста. Всем-всем-всем добрый вечер еще раз к Баваре, ребята, друзья. Здравствуйте сегодня всем-всем-всем. Сегодня у нас в гостях великолепная нишняя барышня под названием Леся Япарова. Та-та-та-дам! Здравствуйте! Та-та-дам! Та-дам! Бам! Ты на барабанах тоже лопаешь? Кстати, да, я училась. У меня был педагог, да, по барабанам, да. Это все было вообще в ГИДИСе, в училище музыкальном. Там просто я играла шумящие какие-то там бубны. Шипящие, шипящие, дымящие, да. Шипящие. Да, а потом уже пошла на барабан-установку, да. Да? Да. Знаешь, с кем ты имеешь дело или нет, Алиса? Что-что? Знаешь, с кем ты имеешь дело? Нет, давайте познакомимся. Давай познакомимся. Ну, леди ферст, пожалуйста, давайте. Как мне вам сказать? Бонсуа, бонесейро, мадам, синьора, как сказать? Кобаса, я же не знаю, на каком языке с вами разговаривать. Нет, давайте. Я слышу, вы очень хорошо говорите по-русски. Давайте говорить по-русски. Вот вы знаете, сегодня у нас 97-й эфир с вами. Я запишу, 97-й. Да. Хорошая цифра. За неполные 10 месяцев. Вы можете представить? Дорого. Вы у нас сегодня 97-й гости. Мы сегодня сделали. С вами делаем 97-й термин. Вы-ка. Пожалуйста, представьтесь, кто вы и что вы. Меня зовут Леся Япарова. Да, вы что? Я певица, актриса, педагог, хороший человек, друг. Просто счастливая женщина. Столько профессий. Столько профессий. Как успеть можно так? Вы знаете, а все, видимо, постепенно. Вообще, все началось с детства. Даже с самого, наверное... Очень с юности, очень с раннего детства, наверное, появился у меня голос. То есть я на первом месте певица. По рассказам мамы, да, я вот в садике никому не давала спать. Пела песни Аллы Борисовны Пугачёвой. Да вы что? «Миллион алых роз» – это была любимая песня. А почему именно «Миллион алых роз»? Я не знаю. Видимо, у меня... Не знаю. Видимо, вот в моей семье всегда звучала Алла Борисовна, Юрий Антонов. Ещё, знаете, какие-то итальянские были. Вот помните? Мама-ма, мама-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Рещу Павори. Рещу Павори. Да. Вот. А, ещё Боярский. И тигры у ног мои сели. Надо же, как... Вот я сейчас вспоминаю. Приятно познакомиться, Олеся, приятно познакомиться. Видите, за 97 терминов я натаскался хорошему русскому языку. Потому что я когда вначале смотрю наши первые, ну, передачи, может, 10-15, я постоянно буксую. То одно слово вылетит, то другое... Да ничего страшного, ничего. Мы вас все понимаем. Не переживайте. Меня абсолютно это не смущает, абсолютно не смущает, потому что не важно, в какой стране я нахожусь, я на ногах, на руках всегда найду то, что мне хочется. Абсолютно. Итак, Олеся, я представлюсь, я профессиональный хард-рок барабанщик. Ух ты! Играй на всем, что угодно. У меня, как у хорошей хозяйки, рука одна делает одно, правая другое, левая то, нога другое, все в разных ритмах, все это крутится. Но тарабанить так. Если будет интересно, я пару ссылок вам брошу. Конечно, так вы человек-паук, вы посмотрите, сколько чего и как. Это же, это же как называется, это надо, нет, вообще барабан установкой, вообще барабаны, это надо, и ноги одно делают, руки другое. Голова дубит по-другому совсем. Вот, конечно, да. Я скину, если будет интересно, правда, единственный там нюанс, узнавайте у меня, где у меня самый длинный волос. У меня волосы, наверное, не знаю, раза в два, на раз чем длиннее, чем у вас, но за барабанную установку вы меня узнаете, хорошо? Хорошо. Договорились. Договорились. Итак, здравствуйте еще раз. Ваш друг сегодня рядышком с вами. Он где-то бегает, лучик. Но он прибежит. Ну хорошо, ничего страшного. Я ему принесла сушку на всякий случай, заманить, так сказать. Я приготовилась, да. Потому что он может лежать на кровати, вот как король, и все. Почему как? Ну да, действительно. Ну, в нашем доме я король. Вы королевна. Мы его очень любим, он очень замечательный. Кстати, мы начали новую интересную программу, которая так называется «По следам баварских королей с королевнами». Видите, у вас дома уже король есть, вы королевна тоже есть. Так что у нас очень интересно. Мы находимся на самом юге Германии, рядышком с нами Австрия и Швейцария, где все проходили дороги королей и первого Людовика, и второго, и баварской королевы Елизаветы, и Марии. Очень-очень интересно. Ой, ну когда же мы к вам приедем? Скоро, 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 скоро. Спокойно, главное, спокойно. Главное, успеть в самолет сесть. Самое, что интересно, я узнал, что с 16 века русскоязычные семьи стали приезжать в гости к баварским семьям. Сюда, в королевские, там, графья, там, ну такие, в лиможи серьезные. И побывав здесь, в Баварии, они не возвращались обратно в Россию, а оставались здесь жить. Представляете? Уже проходило 2-3 поколения, они менялись, то есть, когда уже рождалось второе-третье поколение, они сженились, выходили замуж, и здесь у нас такой кружок, у нас получается Германия, Австрия, Швейцария, через 300 километров у нас ваша родная Италия, где вы поетесь тоже на итальянском языке. Все рядышком. Все рядышком. Вот бери просто пешком и выходи, и полной вперед, как говорится. Ой, знаете, с удовольствием. Ну сейчас, видите, пока немножечко все, пока все сидим здесь, в России. Это же хорошо, набирайте энергию. Да, вы знаете, ее очень много. Вот, мои друзья, все мои родственники, любимые друзья, они все понимают, что я такой человек по жизни. У меня очень много энергии, поэтому я делюсь с удовольствием. Скажите, пожалуйста, во сколько крови у вас? Три-четыре крови, сколько у вас? Ой, я не знаю, вообще, вот у меня папа казанский татарин, мама у меня русская, есть белорусские корни. Потом так случилось, что я служила... А? Уже три я начну. Уже три. Уже три. Потом так получилось, что я служила четыре года в еврейском театре. Так еще понимаете, что-то есть, может быть, еврейское. Ну, не знаю. Ну, четыре насчитали. И да, я сказал, что минимум три это точно есть. Вот что-то, да. Я глядя на вас, я посмотрел. Ну, мин синьера там как-то в движении. А когда я бывала в Италии, все думали, что я латиноамериканочка. Все думали, что я Дженнифер Лопес, говорит, идет. Дженнифер Лопес. Ну, конечно, да, похожи. Вот. Перемешанные девчонки наши, они очень сильно похожи. Потому что они же тоже там все перемешаны. У них там тоже две, три, четыре. Ну, хорошо, что вы все перемешаны. Мне кажется, сейчас вообще нет каких-то вот прямо вот чисто русских, чисто белорусских. Не знаю почему. Мне кажется, мы какие-то все намешанные. Ну, и хорошо. Микс салат, это всегда вкусно, понимаешь? Конечно. Так вот, вы видите, какие красивые. Как говорили, метисы, да, называются, когда... Сказки 21 века. Просто сказки. Поэтому у нас в программе всегда-всегда будет два места по следам баварских королей и королев 21 века. Это же просто великолепно. Итак, Леся, подсказывайте. Я не очень верю интернету, поэтому подсказывайте, что-то не совсем правильно. Или очень, наоборот, правильно, но не вашу сторону. Вы родились в Челябинске, так? Да, на Урале. Группу Ареэль вы знаете? Конечно, конечно. Мы с Валерием Ярушиным очень близки, мы знакомы, мы вместе выступали. Мы виделись, знаете, когда последний раз, наверное, год назад, когда здесь у нас в Красногорске был День города. Каждый раз мы встречаемся, шутим, анекдоты. Вообще, я люблю это поколение. Я думаю, годы три назад в Москве был. Года три назад мы увидели в Москве. Может, четыре, не знаю, случайно, абсолютно. Нет, мы вообще очень долго сотрудничали. У него сын талантливый, Аленка, дочка, тоже. Она, по-моему, в Америке сейчас живет. Она вообще тоже ребята, талантищи. Что делать, Челябинск, да? Хотя, в принципе, город такой железный бетонный какой-то там. Что у вас такое? Ну да, такое, как оно у нас, заводы сплошные, понимаете? Что производят, золото, бриллианты или что? Да нет, трактора. Трактора производят. Вот. Ну, нас в Баварии без них никуда. Хорошо. Леся, ваша первая игрушка, которую, вы помните, вам подарили родители. Вспомните, пожалуйста. Да, Чебурашка. Да вы что, серьезно? Чебурашка, причем, вы знаете, это был такой вот, я это помню вообще очень хорошо. Он был такой весь бархатный, бордовый, вишневого цвета, что-то такое. Но мама рассказывала, что я устроила истерику, когда увидела эту игрушку, я захотела. Я говорю, мама, купи Чебурашку. Мама мне купила в магазине, да. У нас был такой магазин, зал с башней. И мне он так понравился. Я не знаю, остался ли он у меня там дома в Челябинске, либо уже его выбросили. Но мне кажется, где-то, может быть, в кладовке там где-то, может быть, лежат, где куклы. Вот. И мама мне купила этого, Чебурашку. Мне просто очень песни нравились вот в мультиках, где Чебурашка, там, Гена, вот этот, крокодил Гена, да. Вообще, как бы, вот эти все песни, все же росли на этих мультиках. И это были наши кумиры, поэтому очень любила Чебурашку и Гену тоже, крокодил. А мне почему-то нравилась старуха Шипакляк. Вот. Видите, у всех разные вкусы. Ну что она, ну она же хитрая такая была, мне всегда нравилось, потому что такой крокодил Гена, такой добрый, там, ля-ля-ля, там, Чебурашка. А тут, там, раз и другое движение совсем. Хорошо, спасибо. Как-то вы были в Театр Шалом, как вы туда попали, скажите, пожалуйста. Как я туда попала? Вы знаете, моя подруга, она девочка-хореограф, и она мне звонит, Леся, нам очень срочно нужна актриса, которая быстро все учит, все быстро схватывает, просто на лету. И нам нужно это быстро все сделать, тебе вести спектакль и поехать на гастроли в Америку. Я, собственно, конечно, говорю, хорошо, что нужно подготовить, и я, значит, готовлю, есть Ария Рейзел, по-моему, или Златки. Я быстренько приготовила, приехала, спела. Александр Левенбук сразу же, все, она наша. В итоге они меня взяли в театр. Они меня взяли в театр, но на гастроли мы не поехали. Вот. А я не знаю, там уже как-то, это не по моей вине. Как-то так получилось. Видимо, ну, не знаю, может быть, не договорились, либо что-то перенеслось. Я тогда еще совсем этим не увлекалась. Мне нравился театр, актеры, репетиции. Астановка, да. Да. Мы сразу, я сразу ввелась в один спектакль, потом в другой. А потом мне захотелось, там детские были спектакли, мне очень захотелось в детском спектакле поучаствовать. И я была красной шапочкой. Да вы что? Я очень, кстати, очень люблю Серый Волк. Я не помню уже, как партнеры менялись, этих волков знаете сколько было? Я вообще очень люблю детский спектакль. Если вы всех волков истребили, да, получается? Всех. Поэтому я стараюсь каждый год на Новый год, когда, знаете, идет вот этот чес елок новогодних, я стараюсь как-то уделять этому тоже время, вот эти две недели, там, Новый год, чуть-чуть в январе, там, в декабре, чтобы поучаствовать, подарить радость детям. Ну и вообще, на самом деле, детские спектакли, конечно, сложно играются, чем взрослые. Тяжело, да, потому что действительно тут надо, есть опасность, знаете, в актерском мастерстве, ну как, это дурацкое слово, изображать, ну не особо, может быть, серьезно к этому относиться. Ну что детский спектакль, что они так все поймут? А нет. Детский наоборот. Да, наоборот, нужно настолько, да, они все видят, они видят фальш, вот, поэтому здесь нужно прямо на 200% работать. Согласен. Здесь нельзя недоиграть и нельзя переиграть. Да. Это очень такой важный нюанс. У меня был такой интересный случай, Олеся, вот на Новый год, мне иногда тоже, когда кто-то у нас выпадает, Дед Пороз какой-то, я всегда на запасе. Такое, ну бывает, сами понимаете, Дед Пороз, работа нервная же. Кстати, вы знаете, вот, простите, что я перебиваю, я тоже когда-то давно была Дедом Морозом, представляете? Да, вы что? Да это было вообще, это было, у меня Дед Мороз заболел в садике, когда я, у меня первое образование педагогическое, и у нас была практика в садике, и Дед Мороз заболел. Я не могу и голосом поиграть, и тут, значит, бегом эти нянечки, воспитательницы, Олеся, выручайте, я говорю, так а текст? Ну ничего там как-то это, и вот, представляете, вот пришлось. Вот был у меня, была Деда Мороза. Пузо надели, бороду прикладывали. Ну согласен, Дед Мороза вы сыграете, вы меня заменить сможете, а вот я вас точно заменить сегурочкой не смогу, это отпадает. Ну вы что? Не-не-не, отпадает, это не мое. Один маленький нюанс расскажу, когда все-таки у нас Дед Мороз выпал, меня попросили приехать срочно, ну естественно, нарядили там туда-сюда, ну зашли, поздравили, там все, маленькая компашка небольшая, человек там 15-20 детишек там, всем подарили, прощаемся, все великолепно. И один такой серьезный стоит, на то вот так руки сложил, такой злой такой мальчик, 7 наверное стоит. Я говорю, что ты злой такой, подарок же получил? Он говорит, да, доволен, да, а что такой злой стоишь? А он мне на меня смотрит, а где олени, говорит. Я говорю, в смысле? В смысле? Правильно. Мама сказала, что ты на оленях, а я с балкона смотрел, ты на тачке приехал. Вот видите, какие дети. Не обмануть. Я говорю, ну тут же город, полицай остановил, нельзя, дал машину, говорю, проводил, что доехал, сказал, нельзя, говорю, ехать. Он говорит, да, точно? Я говорю, точно. Ну вообще мы точно, в оленях я в городе не видел. Вот это спасло, вы представляете? Это тоже, надо тоже сообразить быстренько, потому что дети, они такие вообще сообразительные бывают. Папали сразу, пять секунд. Хорошо, остановимся на шаломе. Леся, у вас там была такая роль какая-то, вы были и Мерлин Монро, и что-то какую-то доброботницу играли, что-то такое было? А нет, это вы путаете, это Comedy Woman. Комеди Woman я была... Нет, это не я путаю, это мне сказал интернет, поэтому вы меня контролируйте, пожалуйста. Мерлин Монро? А как играли ее? Там какая-то была... Нет, там был мюзикл, он назывался «Блуждающие звезды». Нет, там Мерлин Монро не было. Мерлин Монро была в Comedy Club тогда, получается, правда? Нет, в Comedy Club, нет, может быть, это была какая-то студенческая, может быть, история, когда у нас там на курсе... Мы делали пародии, это обязательно входило в нашу программу. На втором или на третьем курсе мы делали пародии, и Мерлин Монро я делала, и клоуна даже. Мне очень нравятся клоуны, я даже в детстве мечтала быть клоунессой. Да, потому что все равно? Да, и у меня была... Ну, как-то так вот, знаете, как-то вот ГИТИС, наверное, все-таки, не знаю, выиграл, наверное. А это осталось просто моей мечтой. Это была моя мечтой, но я ее осуществила, я поиграла. Был такой театр, называется «Мир лиц». У нас была команда ребят и девчат, вот мы были как раз белолицей, клоуны. Я, значит, была... У меня был образ такой худенькой девочки, которую звали Анжела. Да, не Анжела, а Анжела. Такая немножко... Анжела. Такая немножко... Вот, и я с ними, наверное, прослужила у них в театре, ну, около трех лет, где-то так. Да, три года. Вот, а потом все-таки я начала играть в драматических спектаклях. Вот с Наташей Варлей мы играли, с Ливанов был Шалевич и, по-моему, Дима Исаев. Вот, это был один спектакль, а другой такой мощный, огромный, Ханума назывался. Там, конечно, и Державин Михмич, и Роксана Бабаян, Юля Рудберг, Дима Харатьян, Сергей Рубека, Людмила Чурсина, Ольга Волкова, ну, то есть, такой вообще состав. Сперва, да? Да, и это был для меня первый такой вот спектакль, когда я всех увидела. Мэтры просто, мэтры. Мы смотрели... Тогда еще, наверное, там не работал Лесь Александр Морозов, да? Он еще не работал там. Александр Морозов? Нет. Нет. Я как раз была на третьем курсе, меня позвали, потому что пришлось, знаете, есть такая у нас история в ГИТИСе, нельзя ни в коем случае работать. Тебя выгонят из института, понимаете? Ну, я не знаю, с чем это связано. Нельзя ни в коем случае где-то сниматься, где-то подрабатывать. Если сейчас нас смотрят, ребята из ГИТИСа, я сейчас там видела, в Миркале, они действительно, да, ну, по крайней мере, на моем курсе. Не дай бог, кто-то узнает. Ну, естественно, мои одноклубники... Вы учились на Вакале? На что вы учились? Актриса музыкального театра. Потому что когда я... Я мечтала не только петь, но чтобы и двигаться. То есть я вообще хотела поступать в Питер. Мы с подругой хотели вместе поехать туда, поступить. А так получилось, что она выходит замуж, соответственно, ну, какая учеба? Я понимаю, что до Питера, когда я не доеду, поехать-ка я в Москву. Вот, я просто узнала, что есть такой факультет, что ты можешь не только петь, но и играть, двигаться, твой пластика, тело, фехтование, степ. Ну, то есть вообще полный... А? Степ тоже отпляшете? Конечно, конечно. Верезно? Да, у нас два года был степ, да. Вот, у нас был такой интересный педагог. Он всех девочек называл Анастасиями. А мальчиков не помню, тоже какое-то имя. То есть, не знаю, говорит, так, Анастасия, поехали, раз, два. И вот кто ему, кто делал правильно, он уже тогда говорил по имени. И однажды, он говорит, лезь. Он меня назвал однажды по имени, так понравилось. Вот. И что-то он там пошутил про желтые носки. И вы знаете, я нашла эти желтые носки. И я на следующий урок пришла в желтых носках. И после этого он меня стал назвать по имени. Вот. Я вспомнила. Даже после этого написали песню «Желтый тюльпан», наверное, да? «Желтый тюльпан». Вот. Поэтому, конечно, вспоминая... Интересно, да? Интересно вспоминать? Ну да, конечно. Я бы так, наверное, просто бы не вспомнила. Видите, вот вообще студенток... Студенческие годы, мне кажется, всегда веселые, интересные, смешные. Забавные, да? Не забываемые слова. Да, да. Какая вы ученицей была? Лестя, ученицей? Какой ученицей я была? Какой ученицей? Да. Ой, ну вот до восьмого класса я очень хорошо училась. Потом в восьмом классе сколько уже нам лет? Наверное, лет пятнадцать. Пятнадцать. Начинаешь... Наверное, да, четырнадцать. Начинаешь влюбляться. Да, уже неинтересно уроки делать. Мечтаешь, там, мальчик понравился. Не, ну, у меня были разные... И третки были, и четверки, и пятерки. Я и хорошо училась. Девятый класс я хорошо закончила. Одиннадцатый класс, по-моему, у меня есть тройка по алгебре. И, ну, я не знаю, я сейчас понимаю, что это не важно. Тогда мы, ну, надо хорошо учиться, надо... Аттестат хороший. Единственное, вот, что мне красный диплом помог. Мое первое образование педагогическое, вот, я его закончила с красным дипломом. И он мне помог в ГИТИСе. То есть, я в ГИТИСе все сдала на пять вступительные экзамены. Единственное, я не писала сочинения. И мне кажется, я бы сочинения плохо написала. Потому что я такая... Гавалерно, да? Я бы, мне кажется, я бы, ну, там, где-то запятую бы не написала. Или там как-то ошиблась бы в каком-то правиле. Потому что у меня свои правила, знаете. И вот, наверное, да, и красный диплом мне помог. И вот. Поэтому я единственное в группе не писала сочинения. Молодец. Но, наверное, это все-таки судьба была. Что было после ГИТИСа у вас? Скажите, пожалуйста. Так, ну, вот, прямо вот если сходу сразу. Конечно, во время вот ГИТИСа я также работала в антрепризном спектакле. Вот это вот Ханума, потом Шашни старого козла. Параллельно, по-моему, был у меня и ребята из Мирлиц. Театр Клоун. Но потом я начала, снова вернулась в оперу. Начала заниматься у нас в России. Почему? Вы знаете, луч пришел. Ты пришел? Иди сюда. Сейчас я покажу. Иди сюда. Давай, прыгай. Давай, прыгай. Его лучше или лучше, как лучше? Он в честь луча на повороте назвал. Садись. Парапрыгай. Понятно, понятно. Тянется, смотрите, тянется. Да. Вот. Поэтому я... Не то, что я обдумала. Видимо, судьба меня вела в оперу. И я понимала, что это очень сложный жанр. Мне всегда очень нравилось что-то такое сложное. Вот. И... Ну, иди сюда, господи, боже. Он же тоже хочет в кадр посмотреть. Он вообще звезда, конечно. Лучше. Лучше. Алло. Иди гулять сейчас. Вот. Поэтому... Сейчас я вам дам. Иди. Всё. Беги скорее. Поэтому как-то вот судьба, наверное, вела. Я не могу сказать так, всё, я решила с завтрашнего дня. Я уезжаю в Италию учить бельканту. Как вот это петь правильно. Потихоньку, полегоньку. Потому что были в жизни и трудные моменты, и радостные моменты. Конечно, всё это как-то вот... Знаете, это... Не могу сказать, что вот я прям взяла оперу и пошла. Я где-то её отпускала. Потом снова к ней приходила. Где-то я сомневалась. Потому что это всё-таки трудный путь. Почему сомневались? Потому что, вы знаете, например, я прослушивалась Большой театр. Я хорошую программу подготовила. Я подготовила Аиду. Я подготовила Тоску. И, вы знаете, я начала там петь буквально, наверное, первые строки. Меня останавливали. Я не понимала, почему. Хотя все говорили, Лесь, у тебя такой голос. А потом мне говорили, что всё-таки Большой театр очень специфический такой. Ну, не знаю, тогда говорили, что нужно... В общем, мне сказали, что я неправильные арии подобрала. Я говорю, а какие? Это же мне по голосу. Ну, говорят, вы прямо слишком мощно о себе заявили. Они не кажутся... Ну, если вот сейчас здесь есть мои коллеги, то они меня поймут. Потому что ты приходишь на прослушивание, ты хочешь показаться сразу же супер. Лучший номер один, да. Конечно. И ты показываешь свой диапазон, что ты можешь, свои актёрские способности. Поэтому Аиду надо было, Тоску, Трубадура. А мне сказали, да, я взяла бы Лауретту, и что? Я говорю, ну, как-то... Вот, поэтому... Потихонечку просто припела бы, да? Знаете, это другая страна, другой язык, другой менталитет. Потому что мы иногда, русские, знаете, больше работаем эмоциями. Ай, ладно, и так... Это неправильно. Тут надо трудиться. Там то же самое, Господи. Ну, нет, там то же самое, но не хочется. Потому что вот у меня педагог, Надя Петренко, она, конечно... Я очень ей благодарна. Сейчас мы редко с ней общаемся. Вот, у нее много учеников, много тоже работы. Ну, и плюс как-то вот мы потерялись сейчас немного. Но всегда я ее поздравляю с днем рождения, с праздниками. Как-то вот такие стали отношения. А где учились вы, в Италии? В Кремоне или где вы учились? Да, там в Кремоне, я уже потом, да, училась в Кремоне. Но чтобы попасть, я ездила, частные уроки брала. Я понимала, что мне не нужна консерватория, мне не нужны какие-то заведения учебные. Я вот хочу только вокал. Вокал, потому что у меня же хорошая база актерская. У нас в России очень хорошую базу дают актерскую. И в ГИТИСе, и в МХАТе. Я ничего не могу сказать. Вообще все... Я помню, у нас девочка училась, кореянка. Приезжала к нам в Россию учиться, из Финляндии. Кто-то из Америки. Говорили, что сильная школа актерская, русская. Вот, поэтому я хотела только вокал. Только вокал. И вот, и началось. Я в Москве зарабатывала деньги. Потом ехала в Италию, потому что я там снимала себе отель. И ходила каждый день, я к ней ходила заниматься. Десять дней. Вот это прям такая остановка. И сколько занимаешься в день? По два часа. По два, по три. Но, как она говорила, больше не нужно для голоса. Ну да, да, да. Тем более, ну тоже два часа достаточно. И действительно, да. Даже я вот, когда занимаюсь, там вот тоже готовлюсь, там, партию готовлю. И два часа. Распоешься, как-то это. Этого достаточно. Ну, Леся, скажите, вот сама атмосфера, действительно, это таут итальянская, которая располагает к оперному пению. Действительно, это вот именно атмосфера. Я не говорю вокальные дела, всех звезд, а вот именно сама атмосфера. Воздух, что-то. Атмосфера, да. Ну, это да. Ну, вот, например, я... Что там такое? Я не знаю. Может быть, это... Может быть, это солнце, свободные люди, которые никуда не спешат. Я не видела, чтобы в Италии куда-то не слис. Свободные его свободы. То есть люди занимаются... Да, да, да. Да, да. Если ты обедаешь, тебе никто не позвонит. То есть я не видела ни одного итальянца, чтобы что-то ел, там, кушал, жевал и параллельно с кем-то общался. Для них это, я не знаю, это традиции. Смаковать вкусно есть, разговаривать, если там собеседник, вот это вот... Как говорится, разговоры ни о чём, как это вкусно. Ну, в общем, очень люблю Италию, очень люблю поесть. Вот. Ну и, конечно, атмосфера тоже интересная, концертная. Я, конечно, первые концерты для меня были очень волнительны, потому что я переживала за слово. Какой первый концерт у вас там был? Первый был концерт в Кремонии, потом в Печенце, по-моему. В Печенце. Ой. И вы представьте, это был первый бис. Настоящий первый бис. Что вы пели? Я много там что пела, всё итальянское. И тут они кричат там бис, не оркестру, а мне, потому что со мной был рядом педагог Надя. Я немножко растерялась, потому что мы были не готовы. А что спеть? Обычно же певцы готовят всегда на бис. У меня даже в голову не пришло, что вот будет бис. И я думаю, сейчас я спою какую-нибудь русскую народную песню, раз я из России. А потом как-то, знаешь, я немножко так выдохнула и поняла, что это первый бис, и я хочу сделать уважение этой стране. И я спела Аиду на бис. По-моему, Аида была. Да. Они меня не отпускали. Я не верила своему счастью. Думаю, боже мой, как такое возможно? Ну, чувство кипящее, самостоятельное такое, бриллиантовое, да, такое? Это, конечно, был праздник. Мы потом пошли пить кофе, или кто-то там пил вино. Я стараюсь после концерта что-то тепленькое, горячее спеть, попить чай. Потому что кто-то может и вино попить. Но я всегда переживаю, оно холодное. Чтобы не дай бог нас... Вино уже всегда теплое пьют. Вы знаете, или там как-то его охлаждают, не знаю. Ну, это, наверное, надо договорить. Необычно договорить. Ну, это может быть. Просто у меня вокальный режим, гигиена голоса, поэтому... Просто всегда волнительно, если уже как бы, знаете, идет-идет, и нужно быть в голосе, в тонусе, в тонусе, чтобы, не дай бог, что-то помешало. Потому что организм и голос это такой момент, что лучше... Как говорится? Не рискай. Ой. Ты пришел. Он все-таки хочет, наверное, что-то исполнить, наверное. Ой, он очень хитрый такой, потому что он такой тоже звезда. Хозяйка. Ходит на первый канал. Я с ним чаще хожу и по его делам, чем по своим. Ну, как положено, Господи. Скажите, пожалуйста, Олеся, что за конкурс был или, может быть, фестиваль какой-то? Салидора какой-то был, что-то такое. Салидоро. Салидоро. Это был конкурс. Это был конкурс, наверное, один из первых моих. Вот. Прекратите. Один из первых конкурсов. Я очень волновалась, потому что мне сказали, что там будет в жюри директор Марии Каллас. Да вы что? Это было для меня просто. Я приготовила тогда... Что же я пела? По-моему, Трубадура я пела. Тачей Леонору. А второе произведение она сама выбирает. И она такая... Тоска! А мне потом сказали, что она очень любила, когда Мария Каллас пела Тоску. И мне кто-то говорил... Ну, и педагог мне говорил всегда, Леся, ты... У тебя, говорит, что-то есть от Каллас. Если все сложится, ты будешь как Каллас. Она всегда так говорила. И это для меня было очень волнительно. Сидит директор Каллас, исполняет Тоску. Но я прошла финал. Я прошла финал. Но мне ничего не дали, по-моему. Не было никакого места. Но меня оценили как самую молодую, что ли, конкурсантку. Что-то такое было. То есть приз мне дали. Все равно меня заметили. Вот. И она сказала, я жду тебя на следующий год. Так мне. Вот. А на следующий год я поехала уже в Буссетта. Это родина Джозеппе Верди. Я мечтала спеть в этом театре. Он такой маленький, аккуратненький. И там уже был великий Лео Нуччи. Пожал мне руку. Я исполняла Арию Джозеппе Верди Эрнани. И я ее исполнила так, как написал сам композитор. Потому что мне всегда говорила педагог Олеся, учи Арии так, как написал композитор. Один в один, да. Один в один. И многие певицы, не все могут этот там элемент один сделать. А я как-то его сделаю легко. И говорят, это здорово, сделай. А вот однажды... Он, знаете, он идет как бы стаката, но легата. Успеть, вот это все сказать, еще и слово сказать. А однажды у меня с великой певицей, не знаю, наверное, не буду говорить. однажды у меня Маквала Сакрашвили. Я однажды к ней приходила прослушиваться, записали? Я однажды к ней пришла прослушиваться и исполнила тоску, как написал Пучини. То есть, брать дыхание, где в нотах. И она мне сказала, а почему ты так поешь? Весь мир так не поет. Там великая Монсарат Кабалье так не поет. То есть, там есть свои каденции. И я говорю, ну, знаете, хорошо. Она говорит, и она мне так... И вот она мне вот так посоветовала. Ни в коем случае надо вот именно петь так, как поют во всем мире великие оперные певицы. И, соответственно, и у меня началось вот такой, знаете, момент, если ты едешь там на конкурс, на какой-нибудь итальянский концерт, и ты уже не знаешь, как исполнять, либо как написал автор, либо как поет мир. Потому что итальянская публика, она не терпит тоже фальши. Потому что они, мне кажется... И наизусть знают. Конечно. Они же на ушах с детства. Конечно. Они уже родились, уже знают все оперные певицы. Вот, а я... Полноты мимо все пролезли. Конечно, конечно. А я всегда, мне так... Просто я в Италии была на одном спектакле, и я увидела, как итальянцы букают, когда действительно им не нравится. Вот это было. Думаю, неужели? Думаю, сейчас, наверное, помидоры полетят. Нет. А я была на Ромео и Джульетта. Но певцов не Букали, а Букали режиссера. Видимо, им постановка не понравилась. Да, представляете? Я поняла, что же делать. И у меня вот до сих пор сейчас. Я учу, как написал автор, но прислушиваюсь, например, к дирижеру. Вот у нас постановка была в Нижнем Новгороде. У нас дирижировал Иван Великанов. Я прям его очень слушаю, потому что он прям непосредственно в этой музыке просто ас. узнает, где дыхание, где темп, где лучше вот так вот сделать. И я прям вот не дышу, когда он говорит. Ну, вы хорошие в этом плане ученицы, как провокачка получается, все впитываете в решенечко тогда? Ну, да, можно, но я, конечно, мне иногда мешает мой характер такой. Я все равно по-своему сделаю, я так чувствую. Ну, как-то я все равно подойду, спрашиваю, ну вот как вы считаете, можно ли так сделать? Моцарт меня, как вы думаете, не будет меньше любить, если я только так сделаю. Вот, конечно, но это все приходит, конечно, с опытом, потому что партия Сюзанны, она непростая для меня. Я думала, я вообще не Сюзанна, я думала, я буду графиня, такая вся вальяжная дама. А когда приехала на прослушивание, было огромное прослушивание. Это было в ноябре, год назад, было 257 человек. Пели, откуда только ребята не приезжали. Я приехала, думаю, ааааа, и я пела еще в первый день, а всегда хочется петь, может быть, подальше, чтобы тебя как-то запомнили. А потом я поняла, ну, если судьба, значит судьба. То есть я стала к этому относиться легко, потому что мы же все, меня тоже коллеги поймут, мы все идем на это прослушивание, как в последний раз, да, грубо говоря. Мы хотим проявить себя, сказать, что мы личность, мы тоже хорошо играем, хорошо поем. Но тут надо уже понимать фишку режиссера и дирижера. То есть у них же свое воображение и представление этого спектакля, кто как должен быть. Поэтому тут уже не угадать. Второй тур у нас уже осталось 37 человек. А, 31, по-моему, 37. Третий тур у нас уже осталось... Душа с чем-то, да? Да. То есть душа с чем-то осталось 36? Да, 37. А потом нас осталось 13. Естественно, я подготовила графиню, я подумала, что это мне по голосу. Какая я Сюзанна? Я подумала, что это такой легкий голос должен быть. И я выхожу, значит, я не стала идти первая, послушала девочек, мальчиков, и как раз послушала, какие замечания говорил дирижер. Я думала, сейчас вот с этими замечаниями пойду, попробую это все воплотить. И он такой, вы Сюзанна? Я такой, нет. А там, кстати, графинь была очень. Наверное, было 10 графинь и там, может быть, парочку Сюзанн. Вот. Он такой, ну, неужели вы не знаете Сюзанну? Я говорю, понимаете, я никогда не пела. И как-то меня учителя всегда видели, меня в Тоске, в Аиде, в таком, да, очень крупный голос. Вуаля такой, да, все. Такой. А тут, говорит, ну, попробуйте. Я говорю, ну, давайте, я не знаю ни одной арии Сюзанны, вот так вот наизусть, чтобы прям сходу спеть. Ну, давайте все-таки я покажу вам графиню, а там уже. Я показала графиню с речитативом, потом проходит время, я вот как сейчас помню, как раз перед, да, можно сказать, прям в день рождения мне звонит режиссер и говорит, Олеся, мы вас утвердили. Ну, только вы у нас не графиня, а Сюзанна. Я, конечно, обрадовалась и в то же время испугалась, потому что очень много речитативов. И Сюзанна, вот как она выходит в первой сцене и до конца. То есть у нее вообще перерывы там маленькие, но она практически на сцене со всеми своими коллегами. И с графом, и с Фигара, и с графиней, и с Керубина, и с Марчелиной. Вроде всех назвала. Поэтому постановка, конечно, шикарная. Грацелинга. Грацелинга. Два технических вопроса. Скажите, пожалуйста, сколько народу, сколько зрителей в зале для вас роли играет или нет? А, вы знаете, может быть, поначалу как-то... Ну, конечно, здорово, когда полный зал. Но я никогда не играла, когда было очень мало. Вот. Ну, вот сейчас, потому что пандемия, но как-то не чувствуется, что там мало людей. Они все аплодируют. Энергия есть, но я такой человек, я когда играю, я не вижу людей в зале. То есть у меня есть коллеги, которые прям смотрят в зал, смотрят на людей. Я нет, я вся в роли, в контакте с партнерами. Потому что иногда они такое могут вытворять. Вот есть у меня такой партнер, Олег Фидоненко, он играет графа. И когда он выходит на сцену, у меня сразу появляется третий глаз, третье ухо. Потому что он может что-то от себя такое сделать, какую-нибудь фишечку, какую-нибудь импровизацию. Как ему захотелось, да? Да, ну вот тоже бывают такие партнеры. Хорошо поет, все классно. Ну вот есть, ну это, наверное, характер или это такая его фишка. Фишка, я тоже могу. Это классики, нет, нет, это классики, Олег Фидоненко. Это болезнь классиков, что у нас в Харбоке такого нельзя. Там установка как стальная. Там миллиметр вправо, миллиметр влево, выкидывают за пять секунд. Сразу. Вот Наташа Варлей, Наташа Варлей вот такая актриса. Не дай бог ты что-то лишнее скажешь. Вот когда мы поначалу репетировали, работали, уже когда выигрались в спектакль, уже какая-то импровизация началась. Ну а потом как бы мы с ней поговорили. Говорит, Лесь, лучше не надо, давай все по тексту. Окей, хорошо. Это, то есть, ну дело каждого абсолютно. А потом уже, она уже про это забыла, Наташа уже сама стала импровизировать. Понятно, понятно, понятно. Поэтому, конечно, вот. Если мясо нарастили, потом же можно делать. Да, да. Поэтому, да, разные партнеры. Где-то ты расслабляешься. Где-то надо так собраться, что не дай бог. Не дай бог расслабишься, да? Не дай бог расслабишься, а еще надо держать дирижера обязательно. В рамке. А еще, знаете, кто-нибудь в зале, какой-нибудь телефон зазвонит. Ту-ру-ру, ту-ру-ру, ту-ру-ру-ру. Хотя всегда говорят, два включая. Подожди, не пой, да, пожалуйста, пару бабок мне поговорить надо, да? Да, извините, у меня тут звоночек. Вот. Кого-то это отвлекает. Я поняла, я поняла, что это меня не отвлекает. Я помню, что меня, знаете, отвлекали на генеральной репетиции. Это, знаете, делаем, как это называется, прогон для своих. Мы приглашаем друзей. И, видимо, кто-то пришел с детьми. И они болтали, они же так звонко говорят. А их еще посадили на балкон, а не наверху. И я поняла, что у меня это немножко... Ну, я могу сосредоточиться, но все равно, как бы, такой идиот фон, то это... Лучше, конечно, когда ты еще сдаешь спектакль. Ты же еще не нарастил всю эту массу. Ты не можешь себе позволить... Да, поэтому надо сосредоточиться. И какой-то звук может просто от волнения или что. Сосредоточен. Потому что надо очень много нюансов держать в голове. Партнеры, музыка. Лиз, ваша техническая фишка, если вы себя не слышите на сцене. Есть какие-то ваши фишки? Если я себя не слышу на сцене? Есть такое? Нет, такого нет. Такого вот сейчас даже нет. Я слышал, что классики часто выбирают место. Вот когда даже в Задрагу. Они часто выбирают место, где петь. Я поняла, о чем вы говорите, да. Другое дело уже, когда уже публика в зале. То есть все равно, пусть немножко... Ну, да. Она шпилит по-другому. Я понимаю, когда идет концерт, да, можно найти себе место там встать. Но когда у тебя идет постановка, как поставил режиссер и декорации, там уже, извините... Уже отпадает, да? Там уже, да, вот, например, я во втором акте пою в гардеробной. И в этом есть немножко мне некомфортно, потому что я стою в коробочке, я себя слышу шикарно, звучу прямо. И я понимаю, что я уже не слышу партнеров и оркестр. Поэтому у меня там есть какие-то свои фишечки, у меня там, я подслушиваю. Я очень часто прихожу подслушивать по дверь. Заодно слушаю, где мои партнеры, чтобы, когда у нас терцет идет, чтобы вступить вовремя. Вот только вот... Шпионские страсти. Шпионские страсти. А что делать? Надо выкручиваться. Потому что ты не просто стоишь, поешь. Потому что раньше какая опера была? Статичная. И даже шутки были про оперных пиццов. Ой, они вообще играть не умеют. Стоят и дуют звук, выдувают звук или красуются. Сейчас, мне кажется, опера другая. Она очень современная, красивая. И вот даже наш спектакль, он очень живой. Вот у меня приезжали друзья, поддерживали меня на премьере. Говорят, надо же, это была опера, а нам показалось, что это мюзикл. Вот, то есть, настолько живые действия. Да, и мы такие все. На эмоции. Часто вы себя ругаете, Леся, после концерта, когда даже прошел он с успехом. А вот именно вы сами внутри, вот выходите со стены, вот думаешь, вот блин. Да, но это, знаете, это бывает, и это, я считаю, это нормальное. Мне кажется, редко бывает, когда все идеально. Потому что даже если ты идеален, а в партнере-то получилось не идеально. И, наверное, нет предела совершенства. Ты всегда совершенствуешься. Полировать надо всю жизнь. Да, ты всегда развиваешься. И даже ты потом какое-то время пройдет. Ух ты, как я зазвучала, хорошо. Ой, а вот тут вот так. Да, бывает, что я себя, я не ругаю, но я, наоборот, вспоминаю, где я что-то не сделала не так, чтобы потом немножко подработать это, порепетировать, чтобы уже этот момент был отточен хорошо. Вот ты его оттачиваешь, а у тебя какой-нибудь другой момент срывается. То есть тут не угадать. Ваша первая запись, вот ваша первая запись вашего голоса, когда вы себя сами первый раз услышали, что вы о себе можете сказать? Вы знаете, это было очень давно. Сколько это было великолепно, мимо денег, хорошо, прекрасно, ужасно. Это было, я еще тогда не думала о опере, мне было 15 лет, у меня был мой первый, у меня было все по-настоящему, 15 лет, но и заинтересовались один, значит, композитор и продюсер. И вот композитор написал песню, называется «Старый джаз», «Старый джаз мой сон». То есть тогда было очень модно, какие-то конкурсы детские, и мы ездили по конкурсам, и вот мне, как раз я в студию, я выучила песню мою, впевали, учили, и мы пришли в настоящую студию записываться, это было в Челябинске. И когда я уже пришла, когда уже обработки вот эти, да, все это вот обрабатывают, я услышала, я заплакала. Это было такое счастье, первый раз, наверное, со стороны себя послушать, и вот именно вот в красивой такой вот обработке, что ли, для меня это было, это было событие, это было событие в моей жизни. Я потом так гордилась этой записью, она у меня до сих пор существует, я с удовольствием ее слушаю. Голос такой еще, знаете, как говорят, неиспорченный педагогами, он такой звонкий, как колокольчик. Тогда у меня не было педагогов, да, и я тогда не знала, что такое петь правильно. Я пела от души, от сердца, от себя, вот как оно взялось, так вот исполнялось. И сейчас я могу послушать, вот как педагог, да, я вот сейчас учу детей петь, и я слышу, что молодец, хорошо исполнила это, да. Ну, как-то вот, видимо, подсказала природа, может быть. Скорее всего, наверное, скорее всего. Когда вы последний раз были в Италии и где, Леся? Последний раз я была в Италии, в Монте-Каттини-Терме. Там был конкурс международный оперных певцов, это был 2017 год, и я победила. Вот, победила, это была для меня вообще-то победа такая, я не поверила, потому что, когда, ну, ты приезжаешь, там вроде ты не прошел, тут не прошел. И уже, может быть, даже не веришь, потому что есть моменты, ну, что греха таить. Есть певцы, которые приезжают с поддержкой, да, со своим продюсером, может быть, как-то, да, ну, кто-то может договорить. Ну, есть такие, знаю, ну, не все честные конкурсы. Да, а тут был очень честный конкурс, да, и я решила, знаете что, буду бомбану. Первый у меня тур был Аида Тоска, второй тур Трубадур, и там как раз было 100 лет Тости, я исполнила романс Тости. И на финал они взяли Тоску с оркестром, я пела самое последнее, это был Динарисов Ночи. Ой, это было вообще потрясающе, было 900 человек. Это было для меня впервые, и как они встречали, и как они аплодировали. И благодаря, наверное, публике им я победила, потому что они меня отпускали. Дирижировал Феликс Коробов, вот, и потом уже, конечно же, было, ну, как бы, уходят на собеседование, там, подписывают дипломы. И когда я услышала свою фамилию, я не поверила. Хотя я уже внутренне была спокойна, думаю, как здорово в таком замечательном конкурсе поучаствовать. Это такое, ну, себе в биографию. После этого, когда ты побеждаешь, ты обязан сделать свой сольный концерт в Италии. Три концерта. Три концерта, там, в России, там, в Италии, еще где-то. И вот у меня в 2018 году был сольный концерт, меня пригласили. Это было здорово тоже. Столько людей, боже мой. И я поняла, что я буду вот такая, какая я есть. Тоже был бис. Я решила на бис спеть само тайм. Все аплодировали. Ну, то есть это было здорово. Были и мои друзья были. В зале было, я не знаю, знаете, такого композитора, Игорь Димарин со своей супругой были. Я слышал, я не знаю. Мне кажется, вы знаете, у него, ну, может быть, по опере «Парфюмер» у нас была в России представлена. Вот, это вот его композитор. Вот так получилось, что они были тоже в Италии, мы созвонились. Я говорю, приезжайте. Вы получите вот такое удовольствие. Ну, и вот такой вот был сольный концерт в 2018 году. И все. А потом как-то, а потом что у меня было? Потом преподавание, потом концерты здесь, в России. И потом я уже готовилась, партии готовила. Вот. А потом уже, сами знаете, ковид появился в нашей жизни. Ковид. Поэтому всех посадили дома. Очень хорошо уже господи. Ой, да хорошо, знаете, мы просидели. Я вообще, я сидела, я рисовала, пела, гуляла с собакой. Мне все завидовали. Говорят, господи, хорошо, что у тебя есть собака, а ты можешь выходить гулять хоть хотя бы два раза в день. Вот, поэтому... У нас был очень спорный вопрос в Европе. Я вообще не люблю на эту тему. Говорит такой маленький смешной вопрос, я скажу. Министр Австрии, он сказал, что когда запрещали выходить на улицу, выходить можно, только ни в коем случае не встречаться. Ну, а как же так? Людей видеть нельзя. Я задал этот вопрос одному юмористу, не буду называть его, чтобы он не убился. У нас был прямой эфир. Я говорю, подскажи, пожалуйста, как выйти на улицу и не встретиться? Он говорит, только если один вариант. Напиться так, чтобы упасть и ползти в разные стороны. Ползком, да. Поэтому, конечно, жизнь немножко изменилась. Изменилась. Да лучше, все нормально. Да, все хорошо. Это хороший бизнес, все четко. Лишние люди, я скажу, лишний бизнес во всех отраслях 90% должен уйти. Самые лучшие должны останутся. То есть вы и я. Остальные все детали уже сделаем. Окей? Как вы попали в комедий-клуб? В комедий-вумен я попала... В общем, да, да, да. Очень неожиданно. Просто мы вообще... Я знаю эту команду. Наталью Епрекиану, самую главную нашу комедий-вумен. Так получилось, что у нас была большая компания. И девчонки, они же развиваются. Они же все развиваются. У них сперва они выходили на сцену, показывали номера. А потом они поняли, что на этом что останавливается. Нужно дальше. И тут, значит, нужны новые персонажи. Говорят, Леся, давай вот так интересно. Ну, мы не знаем, кем ты будешь. И так получилось, что я была буфетчица. Но не простая буфетчица. Буфетчица, которая влюблена в оперный театр. У меня даже первые сезоны были в платье, как будто я сбежала прямо из какого-то спектакля. И сразу в кадр. Вот. Ну, то есть, прямо был очень продуман образ. Потом уже в седьмом сезоне уже, конечно же, мы все поменялись. У нас поменялся дизайн студии. Наши, господи, дизайнеры одежды. Александр Рутюнов нас одел так, что просто вообще вот такие красотки. Вот. И как-то ко мне, я, по-моему, я не помню, какая-то история была. Ко мне продюсер подходит. Лесь, вот у нас вот есть такой момент. Можно вот ты поешь? Можно мы вот придумаем такой бэкстейдж, где ты поешь? И они придумали. Это было так интересно. Мы с Надеждой Ангарской. Вот был первый у меня музыкальный бэкстейдж с ней. Про шоколад. Очень. Я вам потом пришлю. Это был первый такой. Да. И все. И потом пошло, пошло. Потом Наташа потихоньку меня на сцену стала созывать. Вот. А потом, конечно, уже, ну и где-то, наверное, пять лет я прослужила у девочек. Уже тоже. Уже много. Да, это много. Потом тоже это все менялось. Девчонки пошли немножко в другую сторону. Ну, бэкстейджи они остались, но немножко по-другому. Вот. Там уже мы не нужны были как-то. Там у нас была девочка еще уборщица. Был макияж, который делал, визаж жизни у нас с Виталией. И вот я буфетчица, которая всегда. Так, девочки, пирожки, там чай, кофе, туда-сюда. Вот. И, кстати, Лучик тоже снимался в Comedy Woman. В общем, семь семейств. Вот. И, естественно, уже, наверное, после Comedy Woman уже серьезно у меня было преподавание и опера. Как-то вот они рядом шли. И сейчас вот идут. Как-то вот я в школе у Дмитрия Харатьяна преподаю. Вот. Это школа-студия. То есть мы воспитываем, так сказать, новых актеров, певцов. Ой. Ой, дай Бог и всем здоровья. Всем привет. Да, дети замечательные. Настолько добрые. Знаете, потому что сейчас молодежь разная. А они прям такие настоящие, светлые, чистые. Я их так обожаю. Главное, что они кипят и дают энергию. Да, ну вот сегодня они мне энергию не дали. Я сегодня, я говорю, так, мне сегодня быстро все надо выучить, потому что у меня сегодня прямой эфир. Вот. Сегодня я на них немножко... Ну, я не кричу. Просто они же все, им надо попрыгать, поноситься. Да, творческие. И поэтому дисциплина немножко страдает. Это нормально. Нормально. У вас тоже когда-то страдало. Конечно. Я же то фигура здесь, фигура там. Вот тут. А сейчас здесь, поэтому все нормально. Не переживайте. Леся, что там был за конкурс? Не то про звезду, не то первая звезда. А, это... Да, звезда. Абе Мария. Да, да. Это у нас есть канал «Россия». Ой, «Россия», «Звезда». Канал «Звезда». И, наверное... Телевизионный канал «Звезда». Да, телевизионный канал «Звезда». Он сейчас существует. Очень интересный канал. Он такой военный. Там много фильмов про войну. Ну, какая-то такая тематика. Ну, и, соответственно, вот они сделали такой конкурс. Называется «Новая звезда». Вот. И я понимаю, что там эстрада, сплошная эстрада. И я тоже пою эстраду. Но я хотелось как-то немножко в классике показаться. И я понимаю, что... Я хотела их удивить. Что, например, первый тур классика, а второй туру можно оперу. Все что угодно, да? Да, все что угодно. Но так получилось, что я спела «Авэ Марию» и как-то вылетела сразу же. Я не понравилась... Не то, что не понравилась. Мне сказали, а что же дальше? То есть вот такой предел уже показали. Что мы не знаем, что делать дальше. Так сказал один режиссер. Василий Бархатов есть. Есть такой оперный режиссер. Я уже давно о нем не слышала. Вот если коллеги здесь, они знают его. Вот он как-то сказал, а что дальше? Реквинг? Вот. Мне очень понравилось. Это был такой... В жюри сидели... Как раз вот Василий Бархатов сидел. Певица Зара сидела. Очень тоже мне хорош. Я смотрел дюанс. Я нашел кусочек. Да. Юрий Николаев был. И еще один был, по-моему, певец. Я не вспомню сейчас его фамилию. Он тоже известный певец. Ну, что-то как-то... Вам понравилось самой Лесе, как вы там спели? Вы знаете, мне больше... Вот мне понравилось... Да, понравилось, но был как-то... Вы знаете, что-то как будто не то. Я не знаю, либо со звуком какая-то была история. Потому что я иногда местами свой голос не узнавала. Потому что я не знаю, с чем это связано. Либо дорожка одна голоса, другая дорожка инструментальная, то есть минуса. И какой-то был диссонанс странный. Я не поняла. Я даже свой голос не узнала. Может быть, тогда в то время еще телевизионные вот эти все каналы не владели что ли какой-то вот техникой. Потому что вот когда... Ой, когда это было? Может быть, это было 2016 год, 2017, наверное. Да нет, уже техника нормальная. А, да? Потому что вот, например, вот сейчас, когда было шоу «Музыкальная интуиция», так получилось, что я спела рэп. Не видели это? Это было очень тоже интересно. И в то же время, ну, не то что странно, неожиданно, наверное, потому что мои коллеги говорят, «Олеся, ты очень смелая оперная певица, мы бы на такое не пошли». Во-первых, песня сама, ее поют Black Star, Тимати, Егор Крид и Джиган. И они просто читают рэпчик. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ру-ру. А что тут петь? Петь нечего. Да, и вот я решила там немножко добавить свою историю вокальную, и получилось очень круто. Вот там было просто, и ребята, с ним было так здорово работать, продюсеры, музыкальные продюсеры, звукорежиссеры. Вот Евгения Жожелла, просто потрясающая женщина, с ней было так комфортно работать. Мне кажется, любой вокалист скажет ей огромное спасибо. Правда, для нас это очень важно, чтобы звук был классный. Есть про рэп, я маленький нюанс расскажу. У нас в гостях был Муромов Михаил. Ага. Вот, я его спросил, я говорю, вы не хотите как-то вот стиль поменять? Все-таки у вас там много там нюансов таких там. Ну и хиты там, и диско там, и стихи рассказываете, на гитаре играете, что-нибудь такое. Он говорит, ну рэп мы уже все пели, он мне говорит. Я говорю, в смысле пели? Он говорит, с рэпа начинают все до одного. Я говорю, точнее. Он говорит, раз-два, наш отряд, три-четыре, мы ребята. Пап-папам. Да, да, да. Вот это лишь этот рэп на сегодняшний день. Вот поэтому с этого рэпа все и началось. О, да. Поэтому. Леся, 3600 секунд провинциал. Как быстро. Мне было очень приятно. Я не была. Мне было очень приятно. Это Инстаграм. Это Инстаграм? Да? Надо Инстаграму написать, нужно развиваться дальше. Мы ему пишем, мы ему пишем. Отвечают они терпение. Приходите почаще к нам в гости. Да. Джордж, мне было очень приятно с вами побеседовать. Благодаря вам, наверное, я столько вспомнила из детства истории студенческие. Вот видите, актерские, как это все начиналось. Леся, я тебе маленький секрет скажу, я не знаю, загадывать тебя не буду, обещать тебя тоже не люблю. У нас очень маленький садик здесь есть, ну, такой городской садик, скажем. Я живу в небольшом городишке, здесь рядышком, у нас всего там 20 тысяч человек. У меня в деревне где-то тысячи человек. Там где-то 20 тысяч человек, там маленький садик, где-то до тысячи человек. Открытая площадка. Ну, там три границы. Так. Ну, Чукаев. То есть Германия, Австрия и Швейцария. Швейцария. То есть там очень, да. И вот там вот спеть, у меня уже многие ребята спрашивали, там очень часто проходят классические концепты на открытом воздухе. Ой, здорово. Если позволяет погода, потому что там же горы все-таки, понимаете. Ой, какая красота. Если погода прохает, он ныряет в зал, вот там и на такой вот именно бриллианте, такой специфический, и там, дай Бог, живы-здоровы будем, мы обязательно вас услышим. Ой, здорово. Ваши пожелания, ваши пожелания. Мои пожелания, ну, сейчас, как модно говорить, быть здоровыми. Вот, беречь себя. Вот, ни в коем случае. Ближе к телу. Как сказать, я думаю, поставлю. Ближе к телу. Да, оставаться в хорошем настроении, несмотря ни на что. Любить жизнь. Быть счастливыми. Вот, понимать эту, я не знаю, принимать, понимать любовь. Быть любимыми всеми и вся. Вот. И быть добрыми. Быть хорошим человеком. Лиз, последний вопрос. Скажите, пожалуйста. Когда-то мы встанем перед Всевышним. Если он у вас, когда вы его видите, как вы думаете, что он у вас просит? Ты почему не выучила? Ты почему не выучила там одну партию? На самом деле, это очень интересный вопрос. Я не знаю, что он мне скажет, но я бы, наверное, я бы его поблагодарила. Поблагодарила за вот этот путь, который я прохожу и который будет идти еще дальше. Дай бог его пройти достойно. Дай бог его пройти достойно. С любовью никого не обидеть. Как-то вот так. Олеся, я вам благодарен очень за это время. Добавлю к последним вашим словам еще маленькие нюансы. Я желаю вам выбрать тот путь, после всего этого театра, который закончится, самый тяжелейший путь, который есть, чтобы у вас не было конкурентов. Номер два, пункт у нас, 21 век, набрал разгон. Разгон набрал уже 21 год, уже 20 пролетело, 21 год, а давайте в историю 21 века. И третье, я желаю вам удачи, 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 потому что на Титанике много было счастливых, влюбленных, богатых, с данными, и голосовыми, и такими, и такими, а удача была не у всех. Поэтому удачи, удачи, удачи. Будьте счастливы, целуем, обнимаем. Спасибо. До новых встреч. Всем привет. Лучше привет тоже. Лучше уснул уже. Все. Чао, чао. Чао, чао.